Курорт не первый раз становится местом встречи представителей руководства и бизнеса двух стран. На этот раз речь шла о контактах деловых и гуманитарных. В частности, говорили и о сотрудничестве с нашим регионом. Край у нас динамично развивающийся, 5-миллионный, аграрный, туристический. И здесь, безусловно, существует большая площадка и точки соприкосновения наших экономик. Сотрудничество в сфере туризма обе страны считают наиболее перспективным. Что касается конкретного воплощения планов, то на данный момент идет обсуждение начала регулярного авиасообщения. Уверены в том, что китайские наши партнеры намерены ставить рейс. Конечно, здесь всегда возникают и взаимные обязательства. Сейчас, можно сказать, мяч на нашей стороне. Если мы сами будем уверены в том, что туризм здесь будет развиваться, то мы, наверное, дадим соответствующие гарантии и рейсы начнут уже осуществляться. Китайские партнеры уже не раз говорили, что Сочи для жителей Поднебесной интересен с точки зрения не только туризма, но и больного лечения. Это позволит более плотно заполнить курорт межсезонги. Строительство, образование, средства массовой информации и направлений российско-китайского сотрудничества обозначено немало. Промежуточные результаты будут обсуждаться регулярно, в том числе и в Сочи. Предполагается, что форум России и Китай будет проходить в нашем городе ежегодно.